Заслуженный отдых – это кара государства за достойную трудовую жизнь. И можно предположить, что 7%, на которые правительство России планирует повысить пенсии в следующем году, жизнь пенсионеров не улучшат. Тем более, что это повышение – лишь компромиссный вариант между предложением Минфина в размере 5,5% и расчетами вице-премьера Ольги Голодец в размере 11,9%. Правда, как говорят источники в правительстве, окончательного решения по индексации еще нет. Возможны другие варианты, и нужно дождаться публикации обновленного макропрогноза, который к сентябрю должно подготовить Минэкономразвитие. Кстати, ранее в этом же году правительство отказалось от индексации зарплат бюджетникам. В апреле были повышены только пенсии и социальные выплаты. Чуть не остались без накоплений. Аккаунты участников программы Аэрофлота Бонус подверглись хакерской атаке. Злоумышленники пытались украсть у клиентов авиакомпании бонусные мили. К счастью, Аэрофлот временно заблокировал у ряда пользователей мили на списании. Начало атак пришлось на выходной день, сообщают представители Аэрофлота. Выяснилось, что получить доступ к аккаунтам клиентов хакеры могли через почтовые ящики. В связи с этим Аэрофлот рекомендовал пользователям устанавливать разные логины и пароли на почту и личный кабинет в программе Аэрофлот Бонус. Греция по-прежнему фаворит у российских туристов. Согласно статистике Центра бронирования ТБС, число заявок на туры в Грецию в августе продолжает расти, в то время как другие европейские направления демонстрируют значительный спад. Так, спрос на Италию упал на 45%. На 30% уменьшилось в августе количество желающих отправиться в Черногорию. Продажи туров в Испанию ужались на 24%. Наименее активно бронируются туры в Болгарию. По сравнению с началом июля заявок туда стало меньше на 52%. На общем фоне Греция имеет стабильный спрос. Число броней в августе не только не уменьшилось, но даже выросло на 2,5%. По данным ТБС, в летнем сезоне 2015 года Греция вошла в тройку самых популярных у россиян стран для летнего отдыха, опередив в два раза Испанию и в три раза Болгарию. При этом Россия практически догнала Грецию по объемам проданных туров. Две первые позиции в рейтинге традиционно удерживают Турция и Египет. А на сегодня это все. Хороших выходных!